Девушки отдыхают На поезд из города Екатеринбург, Россия Встречаем Денис Избатчина Дамы и господа, представляем его соперника Он представляет школу единоборств имени Абдулманапанур Магомедова Ему 28 лет, его вес 79 килограмм 300 грамм Его рост 189 сантиметров Профессиональный рекорд 11 побед и 0 поражений Действующий, защищающий чемпионский пояс в полусреднем веке Лиги Eagle FC из Махачкалы, Россия Встречаем Имам Шофи Мухтара Рефериваю Максим Протасов Максим Серебинов Парни, внимательно слушаем мою команду и активно защищаемся на протяжении всего поединка Руки пожали По углам Ну что ж, наконец-то мы добрались до главного события вечера Да, наверное, казахские фанаты ждали не этого противостояния Но, к сожалению, Дурен Ермеков, который уже появлялся здесь в клетке И все объяснил и даже попросил полноценный гонорар за этот бой Не выйдет сегодня сюда Ну, был он провозглашен уже полноценным чемпионом в среднем весе Ну, а это поединок в полусредней весовой категории Ну и еще раз напоминаю на всякий случай Что здесь эта категория до 79,4 килограмма Выголовь все свои правила относительно трех весовых Легкий вес, суперлегкий вес и полусредней весовой категории Очень всегда активен в работе ногами Имам Шапи Мухтаров И внимательно следите за этим парнем Если вы вдруг не помните нокаут в поединке за пояс временного чемпиона Против Азамата Джикаева Это было очень красиво Причем не сразу включается Имам Шапи Он выжидает, он ищет дыры в защите оппонента И уже потом жалит И, как правило, когда Мухтаров готов жалить То соперники уже бой не продолжают Попытался сблизиться Денис Измоденов Но пока неудачно Хорошая атака ногой И как-то не ожидал этого явно Мухтаров Всю свою карьеру Денис Измоденов был андердогом Но даже при этом выиграл большинство поединка Ну вот они, активные И в какой-то мере даже волшебные ноги Мухтарова Пропускает, пропускает От Дениса Измоденова Вот это неожиданное И такое ощущение, что чуть-чуть повело Мухтарова еще разочек Измоденов попадает И что, оказывается, уже на конвасе Имам Шапи Совершенно неожиданное развитие событий Сверху Денис Измоденов Он физически очень крепкий Он неплохо борется У него есть грэплинг Подсказывает из угла Представителя бойцовского клуба Рати борец, команда Рать Что надо работать и бить И просили не отпускать Но в итоге Денис позволил Мухтарова подняться Это может быть очень серьезная ошибка Но посмотрим Ловит правым боковым сейчас Мухтаров соперника Но надо включаться Имам Шапи Если он хочет перевернуть этот бой И какая у нас рубка на ближней дистанции Измоденов вообще ничего не боится Набрался он уверенности Вот за эти две с половиной минуты Потому что очень много попал И попал серьезно Пока великолепно ведет поединок Измодена И попытался сейчас обмануть Заходом за другую руку Ой-ой-ой Была попытка бэкфиста Мне лично так показалось Но в итоге все переквалифицировал В вертушку и ударом ногой Денис Очень разнообразные действия С шифтом сейчас он Попытался пробить Дастин Парье Знаменитый боец UFC Бывший временный чемпион Очень любит этот удар Этот прием Немножко затаился сейчас последний секунд 20 Наверное Денис Измоденов Очень хорошая вертушка в корпус Не лезет уже Поперек батьки Как говорится Очень хорошо провел Те минуты которые у нас прошли С начала первого раунда Денис Измоденов Он сделал достаточно чтобы этот раунд забрать Нет смысла сейчас Еще нагнетать И постепенно находит дистанцию Мухтаров И вот в этом может быть ошибка Дениса Измоденова Пока бой проходит отлично И под его диктовку Но если чуть сбавить темп То Мухтаров может вработаться Хорошее попадание в корпус Еще одно И попытался там слева еще Свою атаку развить Мамшапи Ох какой хоккей Частично блокирует его Денис Измоденов Но он прочувствовал это попадание Попытался побороться И Мухтаров понимает уже Что здорово попал И что нужно развивать успех Комбинация У сетки Подхватил ногу Но удар слева Денис Измоденов блокировал И очень удачная попытка бэкфиста И с разножки Очень любят Вот такие диковинные удары И Мамшафи Немножко снизилась активность В последнюю минуту Как раз после того момента Когда пытался развить успех После хайкика И Мамшафи Мухтаров Было попадание в пах Но время даже не остановлено И соответственно раунд уже буквально через несколько секунд Закончится Нет, успел остановить время рефери А его только сейчас 10 секунд Таймер нам врал Некоторое время назад Заканчивается Первая пятиминутка Неожиданных моментов Она предостаточно нам принесла И многие из них были в пользу Дениса Измоденова Мало кто ожидал Что настолько здорово будет действовать Боец с Урала Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Оба готовы И второй раунд у нас начинается с лоу-кика В исполнении Мухтарова Интересно какие корректировки Ему и его угловым Удалось внести какой-либо оверхенд Не видел его совершенно Мухтаров И во второй раз уже Оказался на насиле В этом противостоянии Очень опасно И посмотрите Не лезет уже вперед Мухтаров Ему нужно время Ему нужно пространство Вот это самое главное Очень любит работать ногами Мухтаров для этого Для этого нужна дистанция Лезет бороться Бороться Мухтаров тоже умеет Он может сделать партер Практически все что угодно Но я думаю что любой Любой представитель школы Абдулманапа Нурмагомедова Это умеет Посмотрите как легко Перевел в партер Даже не сразу это получилось Но в итоге Выиграл позицию Ловкость рук И никакого мошенничества Ловкость рук и техника Но пока пассивный контроль Хотя и В боковом контроле Сейчас находится Мухтаров Очень хорошая позиция Замок закрывает Довольно плотно держит Сейчас И едва не выбрался Фулл маунт Мухтаров Но по крайней мере Его намерение Сейчас мы уже знаем Защищается И измоденов Не позволяет сопернику Выйти сейчас на левую сторону Потому что явно Готовил ручной треугольник Имам Шафи Примерно из такой позиции Чуть ранее в этом карде Владимир Дайнека Блеснул техникой И заставил соперника сдаться Вот обратите внимание Сейчас Левое колено Своего оппонента Держит Денис Измоденов Но удалось Удалось все-таки Пройти вот эту позицию Мухтарова Но не до конца Но не до конца И все-таки пытается задушить Дениса Мухтаров В сложной позиции Неужели заснет сейчас Денис Измоденов Ему тяжело было В какой-то момент Но нет Сейчас оклемался И ему явно нужно пространство Если еще разок выйдет На этот прием Имам Шафи Как же здорово орудует Мухтаров Постоянно угрожает Ручной треугольник Не получился Пытался задушить плечом Затем вот даже была попытка Что-то Вроде Эзекиль Чоука Изобразить Да Явно почувствовал Вкус поражения Денис Измоденов В том эпизоде Там едва не начали Уже глаза закатываться Небольшую паузу А вот в этой цепочке Приемов Взял Мухтаров Он прекрасно уже понимает Где слабые стороны Измоденова И где можно попытаться Его задушить Заставить сдаться Возможно под конец Этого раунда Если конечно не поднимутся В стойку Мухтаров предпримет Еще одну попытку Тем более что позиция Вполне располагает к этому Обрушивает локоть На голову оппонента сейчас Уже тяжеловато дышат Денис Измоденов Меньше двух минут До конца второго раунда Но достойно Достойно сопротивляется Денис И самое главное Он выиграл немножко пространства И не дал себя задушить В этом раунде В столь неудачно Складывающемся раунде Это важно Еще набрасывает удары Снизу Денис И отдает сейчас спину В попытке подняться И это может быть Фатальной ошибкой Роковой Но пока Отзащищался хорошо Денис Измоденов Но снова выпускает За спину Уже есть угол И что неужели душит Да Душит Имам Шафи И это может быть Сложная позиция для Дениса И уже гримасы уже на его лице И видно что тяжело Отбивается как может Замок пока не закрыт Со стороны Имам Шафи Вот сейчас замок Закрыт ногами Но замок на шее По-прежнему еще Расцеплен 40 секунд Прекрасно понимает Имам Шафи Что такой ситуации Может больше не быть И посмотрите Героически просто Разворачивается Денис Измоденов Ему невероятно сложно И неужели Окажется сверху Буквально Неских сантиметров Ему не хватает Но задушить Мухтарову будет уже Его очень сложно Подобие твистера Он опять же предпринимает Сколько уже разных приемов Попытался Мухтаров Выполнить в этом раунде 15 секунд до конца Молотки снизу Мало кому удается Нокуутировать такими ударами Хотя и в UFC Бывали прецеденты Измодена все-таки Сверху закончит этот раунд Разряжается Огромным количеством ударов Какая борьба Феноменальный титульный бой И мы заходим в третий раунд Раунд Молд 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, по итогам 10 минут пока самое сложное для Дениса Изматенова позади, но при этом, если учитывать, насколько легко Мухтаров его перевел в начале второй пятиминутки, я думаю, что неприятности все еще впереди для уральского бойца, и мы видим, как подбадривают его. В целом, первый раунд очень неплохой. Получился у Дениса, и начал второй раунд он тоже очень неплох. Он попал, он приземлил имам Шафим Мухтарова. Но затем, конечно, началась работа в партере, и в борьбе мы увидели, что бойцы на разных уровнях. Готовы! Бой! Третий раунд! 11-я минута этого противостояния пошла. Это даже еще не чемпионские раунды, а мы видели уже очень много. Событийно. Событийно все у нас проходит. Чуть-чуть замедлился Денис Азмоденов. Может быть, просто решил взять вот такую паузу. Не вкладывается, не с максимальной резкости эти удары он выбрасывает. Но натерпелся. Натерпелся в предыдущей пятиминутке. Вполне допускаю, что и функционально тяжелее гораздо работает. Подсказывает, что нельзя отпускать. Тем более, что действительно наносил этот удар рядом со своим углом Денис Азмоденов. Хорошо среагировал. Хороший спрол. И в итоге вот такая то ли ошибка, то ли стратегически решил вот так отдать инициативу Мухтаров. Хотя мне кажется, что все-таки немножко ошибся. И Азмоденов воспользовался этим недоразумением. И после отличного спрола оказался сверху. Хорошо стучит по незащищенному корпусу. Закрывает гард Имам Шафи Мухтаров. В предыдущем раунде он активно работал сверху. Вот теперь очередь Дениса Азмоденова. Хотя вот такое ощущение, что мы просто наблюдаем продолжение концовки. Ой-ой-ой, едва сейчас в треугольник не залез Денис Азмоденов. Но повезло. Чуть-чуть не хватило уже скорости выполнения приема Мухтарова. Он продолжил свою мысль. Хотя, может быть, и позже. Великолепные локти в исполнении Дениса Азмоденова. Тяжело приходится уже Мухтару. Он явно не ожидал такой прытии. Неужели выберется фуллмаунт Денис? Вот интересно, что чуть-чуть не хватает Денису. И, в принципе, при желании он легко мог бы сейчас сесть в фуллмаунт, но он этого не делает. Предпочитает давить ногой. И что, перебирается или нет? Переходи, Денис. Второй переходи. Дружка пошла. Вот вроде бы пошла. Пошло удушение треугольником там. Но мы совершенно не видим лица Мухтарова. Не понимаем, насколько ему тяжело. И даже с этого ракурса не совсем понятно. Но явно не в том положении сверху находился Денис для того, чтобы закрыть ручной треугольник. И здесь Мухтаров уже в одну ногу пытается спастись. Неудачно для него все складывается в этой пятиминутке. Видимо, как переживает Абубакар. Да и Хабиб тоже смотрит очень внимательно. Подсказ идет с обеих сторон и с двух углов. Имам Шафи вот сейчас чуть-чуть освободился. Отпустил все-таки ногу. Попытался забросить ее. Но из той позиции можно было выйти либо на армбар, либо на треугольник. Но, конечно, то, как сейчас обороняется и то, как двигается сейчас Имам Шафи, в принципе, дает нам понять, что он устал. Сверху Денис пытается набрасывать. И раз за разом он выходит в хорошее положение, из которого можно выбрасывать амплитудный удар. И очень это все похоже на то, как действовал Мухтаров во втором раунде. Здесь все повернулось на 180 градусов. Постоянно кричат из угла Дениса Измаденова, что надо работать. Надо работать левой рукой. Подключает ее сейчас Денис. Выходит в боковой контроль. И пытается отключить правую руку. Левая, это, в принципе, уже отключена у Мухтарова. И локти, короткие локти неприятные от Дениса. Но нет, все-таки собрался с силами. Правую руку высвободил Мухтаров и может ей защищаться. Но удары от Измаденова продолжаются. Бесконечные удары. Ну и, конечно, одно удовольствие смотреть на такие поединки, когда инициатива просто скачет. Во втором раунде казалось, что уже только чудо поможет Денису Измаденову. Но к концу этой пятиминутки он выбрался наверх. Набросал ударов. И как будто мы смотрим сейчас как раз окончание второго раунда, который плавно перетек уже в третью пятиминутку. Хорош сверху. Измаденов пропускает удары Мухтаров. Но не сказал бы я, что много критичного напропускал. Все-таки успевает он двигаться вправо-влево. Вот эти движения головой и корпусом позволяют ему. Плюс блок, конечно, руками позволяют чувствовать себя вполне комфортно. Насколько это возможно, конечно, когда удары сыпятся с такой частотой. Ох, апкик пропустил там Денис Измаденов. Едва, едва не забрался. Снова удушающий прием под названием треугольник. Но нет, боковой контроль в исполнении Дениса. Правой рукой набрасывает удары 20 секунд до конца этого раунда. Фулл маунт садится Денис. Защищается Мухтаров. И рефери, рефери просит, просит защищаться активнее. Неужели он остановит? Совсем немного времени до конца. Да, Мухтаров поднимает ноги. И, возможно, именно этот необычный прием спасает его от досрочного поражения. Классная концовка. Так, а впереди-то еще два чемпионских раунда. Я не уверен, что они нам потребуются в полном объеме. Но смотреть это противостояние хочется еще. К сожалению, не было слышно в концовке раунда, что же говорил рефери, но он явно предупреждал о пассивной защите Мухтарова. Очень многие могли бы и остановить этот бой нескольких секунд буквально. Денису Измаденову не хватило для победы досрочной. И вот сейчас мы увидим, как забрасывает ноги Мухтаров. Как раз в тот момент, когда рефери подсказывает ему, что нужно защищаться активнее. Нет, не увидели. Не увидели, но вот закинутые две ноги немножечко охладили пыл Дениса. Дениса не позволили ему набрасывать удары с той чистотой, с которой он начал это делать. И видим, что не поднимается пока на ноги Мухтаров. Есть еще несколько секунд для отдыха. У Имам Шафи. Капа на месте. Рефери в этом удостоверился. И вы посмотрите, с какой решительностью вышел на центр клетки Денис Измаденов. В концовку второго раунда и полный третий явно добавили ему уверенности в себе. И сил-то наверняка тоже. Попросили поджимать, и Денис тут же воспользовался моментом. Прихватил его руку Имам Шафи. И сейчас пользуется вот этим приемом, где можно выйти и на Кимуру и попробовать провести свит. То есть Денису Измаденову сейчас улучшить позицию будет очень сложно. Он сам рискует. Он рискует отдать руку. Нет. Вытаскивает правую руку Денис Измаденов. И сейчас есть возможность у него и правой работать по голове, и левой работать по корпусу. Возможно, даже левым локтем. Но нет. Подсказали ему из угла, что нужно выходить на шею. И Денис закрепится ли за спиной. Это очень важный момент. Или сверху, да, выползает из неудобной позиции Имам Шафи Мухтаров. И он уже оказывается сверху. Для Дениса Измаденова, конечно, это очень важный со знаком минус момент. И очень важный со знаком плюс, соответственно, для Имам Шафи. Отбивается Измаденов. Пока ничего не произошло критичного для него. Да, позицию он отдал. Но пока очень далек, например, от удушения. Да и ноги не заправлены. Да и, в принципе, в такой полупозиции, да. Вроде бы и в партер пока не стянул. За спину не забрался. Имам Шафи. Разворачивается Денис. Он уже на ногах. Продолжается это яркое противостояние. И неужели тейкдаун снова Дениса Измаденова скрутил его. Имам Шафи Мухтаров. Вроде бы неплохие действия. И что, неужели будет пытаться на треугольник в очередной раз выйти Имам Шафи? Постоянно он угрожает этим приемам. Близок он пока не был. Но все равно Денис Измаденова все это напрягает, конечно. Заставляет чуть-чуть менять позицию. Уставший Имам Шафи. Вот даже по этим ударам локтями видно. Есть, появилось пространство. Лево отталкивает он Дениса Измаденова. И посмотрите, как ошибся Денис. Правая нога вот-вот будет заправлена. Левая уже там, где надо. Да, и правая тоже. Две с половиной минуты. Половина раунда, но чуть-чуть меньше остается. И, видимо, придется выживать. С соперником за спиной Дениса Измаденова. Вот посмотрите, как нервничает уже Абубакар Нурмагомеда. Был момент во втором раунде, когда Денис развернулся. И вроде бы замок на корпусе соперника закрыл Имам Шафи. Но нет, пространства там было достаточно. И Денис Измаденов снова сверху. Этот бой явно получается более равным, более ровным, нежели люди предполагали. Причем все поголовно были уверены в успехе Мухтарова. Денис Измаденов в очередной раз в своей карьере доказывает, что списывать его рано. Пытается подняться Мухтаров. Сейчас довольно пассивно действовали что один, что другой. Но там была борьба за позицию. Каждый боялся ее отдать. Пересиливает оппонента Мухтара. Выбирается. Но он еще пока не сверху. Хорошее колено в корпус ставил. Ну и, видимо, в ближайшее время сверху он не окажется. В итоге разорвался клинч. И уже ни у того, ни у другого особо сил нет для того, чтобы организовать какой-то спурт. Денис Измаденов с комбинацией заходит на ближнюю. Отбивается достойно Имам Шафи. Еще один тейкдаун от Дениса. Да, вот здесь вскрылись проблемы. Имам Шафи как раз в этом компоненте. Защита от тейкдаунов пострадала серьезно. С уходом сил. Просто сейчас перекрылся Имам Шафи и ждет конца раунда. Подсказывает, что может он сейчас встать. Главное сил найти. И у Измаденова тоже сил ненамного больше. Набрасывает он удары. Но если сейчас удастся встать Мухтарова, я думаю, что Денис не сможет удержать его внизу. После этого кувырка в итоге оказывается в гарде у своего соперника Дениса Измадена. 15 секунд до конца четвертого раунда. Неужели мы дойдем до конца? Неужели еще одно судейское решение? Просто вяжет оппонента. Но Абшафи прекрасно понимал, что секунд до конца раунда осталось совсем немного. Им нужно просто переждать. Ему это удалось. Впереди заключительные пять минут. Танцовки предыдущего раунда свежее выглядел Денис Измаденов. Это может стать, конечно, решающим фактором. Да, вот эти вот тейкдауны, однообразные от Дениса Измаденова, они, конечно, проходили, начиная с третьего раунда. Нащупал он слабое место в игре Имам-Шафи Мухтарова. Во всяком случае, вот с ходом боя это слабое место начало проявляться все больше и больше. Да, и мы видим, что после предыдущего раунда тоже очень сложно. В последнюю секунду буквально поднимался с канваса Имам-Шафи. Здесь то же самое, и капу забыл вставить. Очевидно, что сил больше у Дениса Измаденова. Рефери напоминает, что это заключительная пятая пятиминутка. Пятый раунд. И еще разочек напоминания зрителя Молтри Инга Нонсера. Последний раунд турнира Игл-ФСи под номером 51. Последний турнир этой организации в году. И посмотрите, уже просто беспомощно Мухтаров отдает позицию. Сверху Денис Измаденов. И не хочется, конечно, в этом признаваться, но Денису достаточно просто пролежать вот так сверху для того, чтобы, возможно, стать чемпионом Игл-ФСи. Блокирует он руку и набрасывает удары слева. Недостаточно просто победы решением Денису. Он хочет быть активным. Хочет быть активным сверху. И посмотрите, правой своей рукой за спиной держит правую руку соперника Денис Измаденов. Как правило, вот таким контролем славятся как раз ученики Абдул-Манапа Нурмагомедова, представители его школы. Но вот это оружие сейчас играет против такого ученика, коим является Игл-ФСи Мухтаров. Подсказывает, что нужно локти подключить. Но для того, чтобы подключить локоть, нужно было отпустить руку соперника. И именно поэтому контроля правой кисти уже нет. Без устали летят удары сверху в исполнении уральского бойца. Снова есть контроль правого запястья. Так что защищаться этой рукой Мухтаров не может. У него остается левая. Но недостаточно просто защищаться. Мухтарову нужно переламывать ситуацию. Ему нужно освобождаться, нужно вставать на ноги. Или делать свип. Что с небольшим количеством сил, которые у него остались, наверное, не очень верится в это. Закрывает гард. Мухтаров. Две руки сейчас у него свободные. Можно защищаться. А, Измаденов, посмотрите, нашел в себе силу. Еще два разрезающих локтя сверху. И это, конечно, борьба характера. Когда сил совсем нет. Ты находишься снизу. А соперник все-таки на морально волевых. Находит в себе какие-то усилия. Достает их. И набрасывает такие локти, как сделал Денис Измаденов. Конечно, у Мухтарова духа становится все меньше. Хотя обоим, конечно, духа не занимать. И несмотря на то, что большая часть этого поединка проходит в партере, разум можно назвать его скучным. Отличное противостояние. Очень довольны углу Дениса Измаденова. Тем, как их подопечный ведет этот бой. Когда Денис Измаденов начинал свою карьеру с совершенно невероятным рекордом 3-6, кто мог подумать, что когда-то он станет настолько близок к чемпионскому поясу престижной организации. Боковой контроль. И даже в распятие уже выходит Денис. Набрасывает удары. Практически не защищается Имам Шафини. Но вот удается ему развернуться. Практически отдает спину. Но опять же сил вообще ни на что больше нет. Валяет своего оппонента Денис Измаденов. И в гарде сейчас. Снова он находится. Но Баттерфляй тут практически удалось сделать Мухтарову. Но нет. Оттолкнуть соперника ногами не получается. Тем более в Хафгард выходит Денис Измаденов. И есть амплитуда для удара в левой рукой. Он пользуется этим. Но повязал его Мухтаров через несколько секунд буквально. Ден еще, 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 руку на голову кладем, кладем. Еще, еще Ден. Именно вот такие команды из угла. Недалеко как раз синий угол. Готовит ручной треугольник, судя по всему, Денис Измаденов. И в правую сторону нужно ему сейчас выбраться. Пытается не дать этого сделать Мухтаров. Ему это удается. И отпустил этот захват Денис Измаденов. Потому что он в фулл маунте. Пытается спастись. С помощью того же элемента забрасывает две ноги. Как он это сделал в третьем раунде в его концовке Мухтаров. Пытается выйти на полевой на ногу. Но если он это сделает, это будет, конечно, чудо. Нет, не получилось. Выскальзывает Денис Измаденов. И он сверху. Хороший контроль. И есть амплитуда. Есть пространство для того, чтобы удары наносить. Попросят его сейчас не торопиться. Потому что до конца боя остается всего ничего. Меньше 10 секунд. И вы можете это слышать. Локти от Измаденова. Как же он отрабатывает. Сколько сил у этого парня. Вау. И заканчивает, конечно, по-чемпионски. Я понятия не имею, кому отдадут этот бой. Судьи. Но Денис Измаденов сделал гораздо больше, чем кто-то вообще вокруг Мухата представил. Тяжелейший бой. Для Имама Шафии. Вы посмотрите, он едва в сознании. Он не может стоять. У него закрываются глаза. Денис просто выжил его без остатков. Игл-ФС Хабиб Нурмагомедов. Президент лиги Игл-ФС Шамиль Завуров. И вице-президент Игл-ФС Средняя Азия Арман Тукаев. Невероятный бой. Очень упорный. И, конечно, чемпионские раунды. Нам морально волевых. Уже набило оскомину, наверное, это выражение. Но здесь по-другому и не скажешь. Оказался просто сильнее с точки зрения характера Денис Измаденов. Некоторые говорят, что побеждая в чемпионских раундах тот, кто этого больше хочет. Ну и судя по тому, как прошли последние 10 минут, больше этого хотел Денис Измаденов. Как довольны. Его наставники, врач осматривает Дениса. Есть гематома над левым глазом. Но я думаю, что это все просто чепуха по сравнению с тем, что сейчас стоит на кону. И уже официальные лица промоушен Игл-ФС. Здесь, в середине клетки. И все так же плохо Имам Шафим Мухтарову. Пока это действующий чемпион. И через минуту-другую мы услышим, удалось ли ему отстоять свой пояс. Но нам все чаще показывают Дениса Измаденова. Хотя бы потому, что он в состоянии находиться на своих двоих и разговаривать с камерой. И так, уважаемые дамы и господа, по окончании 5 раундов обращаемся к судейским запискам. Первый судья 49-45, второй судья 48-46, третий судья 48-46 победу единогласным решением одерживает и становится новым чемпионом полусреднего веса Лиги Игловщи Денис Измаденов. Кабиб Нурбагомедов вручает пояс, поздравляет Дениса и успокаивает Имам Шафия. Ну, не скажу, что утешает, подбадривает скорее так по-отечески. Шамиль Завуров, президент Лиги, тоже здесь. И я уверен, что просто восторженные слова сейчас в адрес Дениса Измаденова. Он говорит, новый чемпион, совершенно заслуженный чемпион, в которого не верил никто, в которого никто не верит с самого начала карьеры.